Всем привет! Сегодня я приехал в Алексеево. Будем с ребятами снимать тренировки, пообщаемся, говорим насущно. Что бы хотел вам, наверное, сегодня рассказать. Важность УФП в армрестлинге. Это лично моё мнение. УФП очень важно, особенно если мы говорим новичок, либо уже какой-то спортсмен со стартами. Если ты пришёл в армрестлинг и спал лично, например, у тебя уже есть какая-то силовая база. И это, конечно же, по-разному будет. У людей зависит УФП. Новичку обязательно делать УФП, потому что набрать общую базу, какую-то общую мощь 100%. Не обязательно делать 30 становые тяги, но какие-то основные базовые упражнения надо взять на себя и подрессировать. Вместо жима штанги, если вам не нравится, можете делать жим ганты, чтобы обязательно было в силовом режиме. Вместо становой тяги, например, если вы не любите, тягу штанги в наклон. Либо тяга гантелей в наклон. Вместо приседания делать выпады. Либо там приседания усменить, если вы не любите свободно весом приседать. Что вы обязательно делаете? То есть, день УФП нужен, особенно новичкам. Если ты уже, так сказать, прошаренный, с большим стажем тренировочным, то, возможно, можно эту сумму уменьшить. Но все равно УФП надо поддерживать. В любом случае. Потому что армрестинг, в первую очередь, многие новички думают, что это только силовой вид спорта. Но, к сожалению, это не так. Армрестинг – это техника, это и сила, и выносливость, и скорость. Много-много различных факторов, которые могут повлиять на вашу борьбу за столом. Зачастую такое бывает. Многие сравнивают какие-то упражнения. Сколько ты делаешь, например, на луж, на бицепс. Понимаете? Сколько раз я ездил на соревнования, были люди, которые мне говорили, да Стас, я там 200 кг на кисть сделаю. Я про себя думаю, ёба, я там, ну, утрировано, там, 120-130 кг делаю. И думаю, наверное, он там мощный, пипецный, в одно касание меня выиграет. А в итоге начинаем с ним бороться, у меня кисть раскрывается, так далее. То есть это не показатель. Показатель, во-первых, два разных человека, и как они выполняют данное упражнение. То есть может быть одно и то же упражнение, но различная техника выполнения. От этого уже будет, конечно, зависеть килограммность. Поэтому нельзя сравнить по одному упражнению. Целый комплекс арбеза. Много маленьких мышц, которые участвуют в борьбе. Поэтому надо смотреть каждую мышцу, смотреть в какой технике вы выполняете данное упражнение. И самое главное, как вы эти силовые показатели переносите за стол. Потому что это очень важно. Потому что зачастую у людей куча дури, но они не умеют ей пользоваться даже. Лучиться. То есть у новичков часто бывает, они не могут собрать углы все. Между плечо-лучевой и бицепсом, между трицепсом и спиной. Зачастую они все это вроде как собрали. Потом у них вторая начинается проблема. Они не могут работать вверх тела и низ тела. То есть они начинают как трансформеры двигаться. То есть у них отдельно ноги вверх. Поэтому это очень важно. То есть нарабатывать нейронно-мышечную связь. Вот. Потому что опять же все у нас идет от нервной системы. Нарваться мышечных единиц. И наша задача тоже тренировать центральную нервную систему. Это тоже очень важно. То есть разбуждать ее вовремя, чтобы максимально у нас включалось мышечных единиц за единицу времени. Чем больше у нас включается мышечных единиц за единицу времени, естественно, будет больше всплеск силы, энергии. Естественно, будет все нарабатываться временем, тренировками. Поэтому обязательно надо все тренировать, отрабатывать технику. Не спешить за огромными весами. Читинг тоже нужен в армейсинге, но правильный и в меру. Но я считаю, что новичкам вообще читинг на начальном этапе он не нужен. Делаем максимально все чисто, укрепляем все. И только потом начинаем какие-то большие веса делать с небольшим читингом. То есть опять же с допустимым читингом. Вот. Также новичкам, если вы никогда не занимались армейсингом, обязательно вам нужен тренинг. Вот. Не поскупитесь, заплатите деньги онлайн, персонально. Потому что будет куча травм. И ни в коем случае не боритесь на начальном этапе. Потому что вроде вы думаете, а я там бицепс качаю, уже там пять лет хожу в зал. Бицепс это далеко не основа в армейсе. Далеко. И на бицепс далеко вы не уйдете. Вот. И ваш связывающий сухожильный аппарат не будет готов к борьбе. Потому что это неестественное движение у нас. Не физиологичное. То есть всего скорее это будет либо травма. Серьезно. Либо микротравма. Либо надрыв какой-то. И по итогу вы вообще забросите этот вид спорта. Потому что вы скажете, у меня месяц болит рука, я не могу там работать и еще что-то. Это вот часто ошибка новичков. Поэтому ребят, занимайтесь правильно. И всем силам. Стас, раз мы заговорили об СВП и ОФП в армрестлинге. Что думаешь о периодизации? Как меняется отношение СВП к ОФП в рамках твоего тренировочного цикла? Поделись. Мое мнение, периодизация вообще это одно из самых главных в армрестлинге. Наверное, если вы хотите серьезно заниматься, нужна любому периодизация. Работать на максимальных весах на раз, но это уже полный бред. Ладно иногда побаловаться, иногда там проверить свои силы. Еще ладно. Но если вы готовитесь целенаправленно и хотите каких-то результатов, то периодизация вообще важна 100%. У меня периодизация на данный момент, у меня идет циклами разбито по 3 недели. То есть первая у меня легкая неделя. Я отсчитываю свои проценты не от одного повторного максимума, а от 6 повторного максимума. Для чего я это делаю? Потому что один повторный максимум зачастую, когда каждое упражнение на тяжелой неделе делаешь, отказ, зачастую это риск травмы. Во-первых, это нагрузка центральной системы очень сильная. А так как армрестлинг такой вид спорта, что в основном все идет на руки, если мы будем делать все по максимуму на руки, естественно ты будешь точно не восстанавливаться, 100% придет тебе этот травм. Либо локти начнут ныть. У меня это было на начальном этапе, когда только начинал и не понимал, как делать периодизацию в армрестлинге. Поэтому первая неделя у меня идет 50% от 6 повторного максимума. 3 подхода по 10 повторных. То есть там я работаю на технику, все делаю медленно, аккуратненько, отрабатываю, центральная нервная система отдыхает, небольшой памп получаю. Вторая неделя у меня идет средняя. Это 75% от 6 повторного максимума. Там я работаю каждое упражнение 5 подходов на 5 раз. То есть огромный объем создается, потому что, как показывает уже практика, армрестлинг и наши сухожилия и мышцы любят объем. Когда ты будешь создавать объем, у тебя будет расти сила. Поэтому средняя неделя очень эффективная. 75% 5x5. Ну и третья неделя это такая пирамидка у меня получается. То есть есть 4-5 разминочных подходов. Я захожу до веса как раз 6 повторного максимума. Например, давайте возьмем как пример бицепс с коленой. Начинал я свою подготовку, например, с 85 кг на 6 раз. Я провел легкую неделю, среднюю неделю отчитывал проценты. Потом дошел опять до вот этой тяжелой недели и сделал 85 на 7. Уже не на 6, а на 7 получилось у меня раз. Но вес я еще не добавляю. То есть я добавляю вес только тогда, когда я данный вес делаю на 8 повторов. То есть начинал я свой цикл с 85 на 6 повторений. Примерно через 6 недель у меня получилось этот вес сделать на 8 повторений. И только тогда я добавил 2,5 кг каждую неделю. И то есть уже работаю с 87,5. Отчитываю все проценты. И так в каждом упражнении. То есть я именно наращиваю объем от рабочих весов. И что я только не перепробовал уже. Вот это одно из самых эффективных на самом деле. Во-первых, меньше риск травмы и чувствуется реально эффективность. И на соревнованиях чувствуется прогресс. Почему говорю? Потому что за 2 года, я когда начинал только заниматься со мной, так же люди начинали заниматься тоже с нуля. Были люди, которые уже занимались АМС. И когда мы начинали только с ними бороться, они меня легко выигрывали. Но со временем, сейчас я например с ними встречаюсь, которые делают максимум постоянно. На раз там пытаются. Нету периодизации. Честно, я включаю их на 50-60%. То есть они были сильнее меня. Я их не то что догнал, я их перегнал за 2 года. И сейчас они даже не доставляют на 60% включая с ними борьбу. То есть чувствуется, что тренировочный процесс намного эффективнее, чем у них. Конечно, ты будешь расти, грубо говоря, особенно на начальном этапе почти от всего. Но мы говорим опять же о эффективности тренировок. Насколько быстро ты можешь прийти к какому-то определенному результату. Что думаешь про жим, присед, становую, как используешь? Может быть там какие-то акценты, например. Некоторые могут там делать становую одноручную, чтобы там пальцы прокачивать. Или может быть некоторые меняют хват и жмут в основном там в трицепс, чтобы именно под армрестлинг подогнать это движение. Что думаешь о пауэрлифтинге? Я сам с пауэрлифтингом в основном пришел в армрестинг. Поэтому база в принципе хорошая. Пауэрлифтинг дает хорошую взрывную силу. То есть неплохой старт может дать. Хорошую взрывную силу. Но в армрестлинге, конечно, опять же, не получится совмещать по-любому. Пауэрлифтинг и армрестинг не получится. Вы только травмизируйтесь. Я использую только, наверное, из глаз, это жим лежа. Все, как ОФП раз в неделю. Есть одно упражнение у меня. И то я стараюсь аккуратно все делать. Потому что когда тяжелая неделя, какие-то веса выхожу, зачастую начинают побаливать еще что-то. Становый утёрг вообще не делаю. Потому что когда выхожу на большие веса, у меня в принципе неплохая раньше становая тяга была. По 250-260 делал. Огромный риск отрыва бицепса, например. Потому что постоянно перегружены руки. И когда ты тянешь, все натягивается. И огромный риск травмы опять же. Поэтому, как ОФП, кто-то может делать. Я и лично не делаю. Я делаю более специализированные упражнения. Там на спину, например. Как присед. Честно, сейчас вообще убрал. Раньше, когда только начинал заниматься АМС, оставил присед. Хотя бы только присед. Но, наверное, я больше его не люблю. И второе, наверное, когда у меня вначале присед. И я на него выкладываюсь. Он очень энергозатратный. И потом мне не хватает сил. Но уже другие упражнения специализированные по дармрессу. Поэтому, если у вас есть, конечно, время вообще. Типа, отдельную тренировку сделать. Как ОФП. Чисто там присед. Например. Жим там. Не знаю. Станг. То можно. Но если вы где-то это совмещаете. Например. Я три раза в неделю занимаюсь. Совмещать мне тяжело. То есть, у меня один там присед будет час идти. А то и час двадцать. С разминкой. С разминочными подходами. И потом полноценно. Ну, на армрессах не останется сил. Полноценно вынуждаться. Естественно. Поэтому ноги я почти убираю. То есть ОФП. Как жим. Спина обязательно надо делать. Потому что в борьбе и грудь и спина участвует. Поэтому. Эти мышечные группы обязательно делаем. Что на спину предпочитают сделать? Подтягивания. Потягивания с весом. Блоки. Раньше делал подтягивания. Сейчас подтягивания не делаю. Неудобно. Некомфортно. Весь напрягаюсь. Не чувствую движения в армрессинге. Поэтому зачастую это либо тяга верхнего блока одной рукой с ручкой 50 миллиметров. То есть опять же имитация борьбы с тягиванием. Либо сидя тяга верхнего блока с двумя ручками. Вкручивание. То через спину. Ну еще бывает делаю тяг гантели одной рукой. В принципе все у нас. На грудь вот как я сказал. Нибо это жим гантелей либо жим штабами. Все в принципе. Весь успокаиваешь? Приплечь вторых. Сколько весишь? Ну где-то сто шесть-то семь на данный момент. Ни для кого уже не секрет что у тебя армфай планируется одиннадцатого февраля. Во-первых как зовут соперника? Чем можешь о нем сказать? Сколько планируешь весить? Соперника зовут Егор. Лично с ним не знаком. Просто в интернете видел его. Очень сильный парень. Чемпион Питера. Насколько я помню недавно встал. Он там в какой-то категории. В Калмыкии он тоже там по мастера спорта взял. Да. То есть очень сильный спортсмен. Борется в трицепс. Ниже меня ростом. Будет очень интересно. Сильный спортсмен. Поэтому будем стараться выкладываться. Все покажет стол. Поэтому все что в моих силах я честно делаю. Отдаюсь полностью. Стараюсь подготовиться ответственно. И устроить зарубу конкретно. А там уже как получится. Что посоветуешь своему сопернику? Своему сопернику посоветую тренировать кисть. А то он постоянно бок, бок, бок тренирует. Но возможно что я своей могучей кистью буду пробивать его кисть. Ему будет очень тяжело со своим одним боком. Поэтому пусть тренирует кисть еще не забывает. Стас. Некоторые ребята жалуются на боли в бочине. В архиалисе. Что можешь посоветовать? Какие-то лайфхаки? Может быть упражнения? Закачки? Растяжки? Друзья. Тут можно начать со многого. Потому что опять же надо понимать конкретно что у вас произошло. В идеале это сделать МРТ сходить к врачу. Это идеально. Чтобы понять конкретно что у вас произошло. Но зачастую это просто перенапряжение сухожилий. Либо пальцев. Потому что все крепится у нас в медиальной стороне локтя. И болит зачастую медиальная сторона локтя. Вот с этой стороны. В первую очередь если вы только что например травмировались. То ни в коем случае не надо загружать. Дать покой. Когда вы уже чувствуете что в принципе отек и воспаление ушло. То многие рекомендуют. И я в том числе. Каждый день с тоненькой резиночкой. Просто закачивать пятьдесят сто раз. Максимально максимально закачивать кровью. Обогащать наше травмированное место кровью. А с кровью у нас приходит кислорода и микронутриентов. Чтобы давать сухожилию понять что ему надо восстанавливаться. Что вы им пользуетесь. Вот. Это первое. Также важна роль мышц антагонистов. Антагонисты это мышцы одного сустава тянущие в противоположную сторону. Поэтому это очень важно. Зачастую у нас хрустят суставы. Болят суставы. От того что неравномерно развиты мышцы антагонистов. Антагонист например бицепс, трицепс. Может начать локоть болеть. От того что у вас бицепс очень сильный и трицепс очень слабый. И может быть даже начаться хрустые какие-то болевые ощущения. Это как один из вариантов. Это не сто процентов. Но как один из вариантов. Поэтому обязательно уделяем внимание мышцам антагонистов. Не концентрируемся только на чем-то одном. А тренируем все тело. Поэтому тоже многие люди которые говорят надо только вот что-то одно качать. Нет. Надо делать суставы и все остальные мышцы. Показываешь может быть пару упражнений с телеверетиной на мышцы антагониста. И например в обратную сторону. Таким образом мы можем избежать травм. Особенно на соревнованиях на тренировках. За счет качественной прокачки. Правильной телевизации. Правильного тренировочного процесса. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова